Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте! Сегодня у меня большая радость. Пришла моя морозильная, не камера, а морозильный ларь. Дексп. Дексп фирма. 290. Я, конечно же, вам сегодня покажу. Я такая счастливая, я такая... Я уже все сделала, конечно, вступительную часть только сейчас записываю. Ну ладно, что же я, ля-ля-та-поля. Конечно, ля-ля-та-поля у меня очень много будет. Все те, которые хотят услышать там быстро и по делу, это не сюда. Так что извините, бананивный майя. Ну что, мои дорогие, поехали! Так, ну что, конечно же, давайте перейдем к моему помощнику. Я вообще, я настолько рада. Кто бы мне что ни говорил, да, места много. В спальне будет стоять здесь у меня стояла сушильная машинка, к которой тоже все относились неоднозначно. Все говорили, бах-вах, зачем она вам надо? Так, да, на первый взгляд кажется... В общем, фирма Дексп. Да, Китай, конечно же. Вот, что я включила ее и уже не терпится мне. Я ее уже помыла, видите, с тряпочкой все. И по-быстренькому открою. Она сейчас замораживается, по-быстренькому покажу. Как хорошо, с одной стороны, что у меня первый ларь попался, как бы вмятина там была. Здесь ручка торчала. Опять забыла, как он называется. Крафт 320, вот здесь ручка торчала. А здесь, видите, она все ровненько, то есть мешать не будет. Но я на всякий случай, чтобы внешний вид не портился, этот ларь на колесиках, с одной стороны, хорошо отодвинул, помыл, а с другой стороны, вот, знаете, он так легко ездит, вот. И чтобы он не бился, у меня есть такие штучки, была такая подставка, вот пробковая. Я ее на две части, потому что у меня здесь стол, вдруг оно отъедет. Видите, как он легко. И сюда, и может устукнуться, чтобы вот это не это. Поэтому я это. Ну, давайте, а, еще была, знаете, в чем проблема? Ну, это не проблема. Вы знаете, что, там две ножки, как бы, они четырьмя шурупами прикручиваются. Я лобзиком прикрутила. Шурупы, саморезы, для меня это все одинаково такими. А две ножки, там, знаете как, там вставляются они в уголок, и потом одним шурупом прикручиваются. Имейте в виду, потому что я когда заглянула сначала, думаю, фа, а где тут, тут одна дырка, что остальные в железе все делать. Короче, единственное, что я там что-то читала, сейчас инструкцию, читала, читала. Не втупоряю. В общем, вот там есть пробка. И внутри, это чтобы слив воды. Оно, ее нужно открывать, наверное, тогда, когда только моете, да, я так понимаю. И супер, первый раз включаете супер, чтобы все заморозилось, а потом отключаете, наверное, пятерка-шестерка, я так думаю. Ну, не будете ж вы каждый день, здесь, видите, регуляторы есть супер. И это, не будете ж каждый раз заглянуть. Ну, давайте внутрь заглянем. В общем, 112, так, сантиметров. Так, по-моему, 80, подождите, сколько ж сантиметров. Сейчас скажу. Так, я не знаю. В общем, морозильный ларь, ДЭКС, 290 литров, 112 сантиметров, на 85. Это от стенки, это и 67. А, 85 это высота, 67 это глубина. Я так понимаю, 112. Блин, придется, так как я понимаю, в общем, вот так вот 112. Высота 85. И глубина вот так, 67. 19,999 стоило. Ну, да, у нас все так. А сейчас они как горячие пирожки уходят. Так, открываем, короче, и смотрим по-быстренькому. Здесь, мои дорогие, сразу скажу, две корзины, хотя я ожидала больше. И еще, знаете, что? Когда смотришь, да и везде в этом показывается, что вот здесь свет. Но я что-то не наблюдаю, значит, у меня нету света. Я все ждала. Или, может, где-то отдельно включается оно, но нету ее. В общем, открываем и смотрим быстренько. Оно уже согрелось. Крышка держится, видите? Вот, три петли, две корзины и здесь ларь. Кто-то говорит, что плохо, что фольга лучше была белым. Покрасен пластик. Ну, не знаю. У меня выбора было. Вот здесь вот как вроде... Да, здесь даже лампочки нету, чтобы она включалась, выключалась. Видать, здесь не предназначено. Ну, а зачем она мне здесь... Так, все, я вам показала, как она выглядит. Две корзинки. Наверное, еще придется где-то докупать корзиночки. Ну, я думаю, что пластмассовые, еще прозрачные какие-нибудь ставить, чтобы было удобно вынимать. И будет мне счастье. Так, очень хорошо держится. Здесь промежуток, чтобы был тоже обдувок. А плюс электроэнергия. 43 дБ. Вообще не слышно. Вообще. Вот он включен. И прекрасно. Вот. Ну, я, наверное, буду еще его так накрою, чтобы он не царапался. Потому что какую-то подушку, какую-то что-то я все равно сюда буду кидать. И к бабке не ходи. Хотя не положено. Так. Ну, вроде бы все рассказала. Показала. Как он себя покажет. Будем. На Ларри вообще, я хочу сказать, что, ну, есть, которые плохо говорят, что, ой, Ларри эти, они летят как это. Ну, посмотрим, как у меня будет. Вот. Да, конечно, говорят, что лучше всего это для собственного дома. А в квартире, ну, как-то и некрасиво. Лучше камеру. Ну, у меня есть камера, мои дорогие. Но она вся, ну, как этот, морозильная камера. Там тоже не вытаскиваются шкафчики. И, ну, как-то вот. В общем, попробуем. Попробуем вот эту. Сейчас начну загружать. Так, ну, что, мои дорогие, давайте я вам покажу, что я уже переложила сюда все. И посмотрим, что у меня как раз хранится. Мне очень понравилось, как я сделала. Так. Здесь у меня свекла для ворща вареная, перетертая. Это для этого, как же, господи, солянки мясной все здесь. Здесь это петрушки, корни петрушки. Колбаса заморожена, которым редко когда надо. Это голубцы, мясо, грибы, морковка натертая, чебуреки, пельмени. Это мясо здесь, курица, мороженое. Еще бульмени у меня откуда-то. Так. Здесь говядина кусочками натертая. Он для пиццы, тесто, сыр натертый. Вот, как я храню, видите. Потому что, когда он лежит в холодильнике, он покрывается плесенью. А бывает, что берешь, когда по акции хороший такой кусок, он половину дешевле. Потом натрешь и все. Там всякое тесто. Вон клубнички, укропы, петрушки. А вот это вот рыба, которая длинная, которая это самое. И смотрите, сколько еще места. О, это вообще. Но самое главное, у меня еще в морозилке освободилось место. Сейчас я покажу вам, мои дорогие. А, теперь у меня будет ближайший месяц. Акция. Сожри все с морозиловки. Потому что, когда вот такие полочки. Сейчас покажу. Вот такая была морозилочка у меня. Все, она пустая. Я ее размораживаю. И оно не было, чтобы вот эти вытягивались. Все вот так. И вот здесь закрывались эти. Видите, поломались, поломались. Все-таки дверцы эти, они, видите, как вот так открывались и потрескались. Но я пользовалась нормально. Вот здесь тоже пластик вот такой потрескался. Видите, как я сделала вот так. Вот. Он будет у меня про запас. Здесь единственное, что вытягивалось, это внизу. И то он малюсенький. Так, в общем, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, два, три вытягивалось. Но их плохо было видно почему-то. Потому что они узкие. Вот так были. И пришлось так складывать. Вот так не помещалось. Ну, короче, не знаю. Вот. Он будет. Мы пока продавать его не будем. Ну, и, во-первых, что я его продашь за 0,1? Десятых. А вдруг понадобится. Так что пусть пока. Но зато вот здесь у меня теперь холодильник и морозильник. Смотрите. Сюда можно еще сколько наложить. Здесь полупустой. Здесь я буду, вот, знаете, взяла морковку там начатую. Чтобы туда не бегать, вот, надо ее закончить. Бульон у меня сваренный. Здесь еще вот это вот лук. Зажарка пережаренная. Так, храню ее. Так, масло замораживаю. Но это 72%. Это для теста. И здесь, смотрите, вот моя заморозочка. Так что я рада. Так, я не знаю, как говорили мне Элла в морозилке. Ты не знаешь, что найти. Я вот, кстати, не показала. Видите, я вот в ящичках таких положила. У меня там, я теперь знаю, что внизу там ягоды у меня есть. Там рыба, здесь заморозка. В общем, и еще хочу докупить. Не знаю, где докупить. Здесь, наверное, сайт ДЕКСП, кто продает пару корзиночек, и будет несчастье. Или здесь уже так налаживать. Нет, пару корзиночек будет нормально, правда. Так что я очень рада. Ну что, мои дорогие, как-то вот так будет. Здесь, где стояла морозилка, теперь сушилка, холодильник. Да-да, вот так как-то будет. И ничего по-другому не сделать. Так что сейчас вот стирается еще одна партия. Закину и высушу все. Ну вот и все, мои дорогие. Все, что я вам хотела сказать, рассказать, показать, вы, конечно же, увидели, да? Увидели, сколько помещается в одну, в один морозильный ладь. И еще место осталось. Освободился здесь, который у меня стоял, морозильная камера. Освободилась внизу морозильная камера в холодильнике. И еще есть место. Поэтому, я говорю, конечно же, она мне нужна была. И это, мои дорогие, я буду использовать. У кого будут вопросы по морозильному ларю ДЭКСП290, спрашивайте, отвечу. И, я думаю, надеюсь, и вы со мной дальше пойдете. И будем вместе наблюдать, как же она у нас будет работать. И что, потому что по морозильным ларям, я не знаю, то ли у блогера вот такое невезение. Бровченко я смотрела, у них поломался. Потом еще одну женщину, еще одного парня, еще одного мужчину смотрела. Вот у них как бы это... Ну, не говорю, что ДЭКСП именно, а вот у Ларри почему-то у них вот есть такое. Я так решила, что там будет у меня долгое хранение. А вот здесь три, которые в холодильник, морозильник, то, что я каждый день буду там готовить. Ну, например, взяла пакет морковки, отломила, я уже туда не понесу, а здесь буду, и так его и буду заканчивать. И там взяла там мясо или что-то. Ну, в общем, так что, теперь еще заготовочки на зиму сделаем, и будет обалденно. Спасибо, мои дорогие, что вы были со мной. Всего хорошего. И всем пока-пока.